Поселок Заветный вблизи Сеногорска, хотя поселок это лишь условное наименование. Дома вне закона и по сути в любой момент подлежат сносу. Земли сельхоз назначения. Участки собственники начали приобретать в 2008 году у некого Ародецкого, который оказался весьма предприимчивым. Сначала он практически за бесценок скупил у местных жителей земельные паи, которые государство раздало бесплатно в 90-е. А после поделил землю на три сотни участков и распродал их за немалые деньги, в один миг став миллионером. А новых хозяев обманом убедил, что на землях для сельхозугодий они якобы по закону могут построить жилые дома. Никто не подкопается. Он там документы показывал какие-то, что строительство не разрешено, но и не запрещено. И то есть там какие-то бумаги показывал, решение судов, там пять судов, говорит, у него было. Чтобы возвести большой дом на земле, Кирилл Кощеев, например, продал трехкомнатную квартиру в Сеногорске и влез в кредиты. Теперь он вместе с женой и детьми рискует остаться с долгами и без крыши над головой. У меня сын остался сейчас, он учится сейчас в школе в шестом классе. Но я его, конечно, страшно тоже за него, чтобы без жилья тоже остаться, тоже плохо. Жестокий обман вскрылся, когда жители Заветного попытались оформить прописку. Значительная часть владельцев новостроек живут здесь круглый год, а после с проверкой нагрянули надзорные органы, выписали штрафы и пригрозили сносом. Проблема в том, что городу не принадлежим, то есть вызвать врача уже невозможно. Детей утром в школу, это только на своем транспорте увозить. Жители Заветного уверяют, уже несколько лет пытаются добиться помощи от властей, но пока безрезультатно. Закон допускает несколько способов не оставить хозяев новых домов на улице. Первый присоединить Заветный к Сеногорску, но земли с новостройками принадлежат Бийскому району, а глава муниципалитета не намерен отдавать свои земли, хотя и понимает серьезность ситуации. Я и законом наделен в власти для того, чтобы разумно распоряжаться теми народными богатствами, достояниями, то, что есть на территории Бийского района. Вторая схема официально признать Заветный поселком, но это слишком долго и дорого. Чтобы федеральный центр наделил статусом поселка, поясняет Минимущество. Сначала на территории нужно построить всю необходимую инфраструктуру. Школу, детский сад, больницу провести километры асфальта. Таких денег у республики нет. Создавать отдельный населенный пункт, но тем самым создавая прецедент, что у нас сейчас в лесу люди построятся, дома построят, а завтра придут к нам и скажут, мы хотим отдельный населенный пункт. Поэтому, чтобы вот этой практики такой не плодить, мы все-таки считаем, что у нас есть механизм на сегодняшний день создания дачного общества и предоставление земельного участка для дачного строительства, в принципе, такой вариант возможен. Еще один вариант наиболее вероятный – оформить земли как дачное общество. По новому закону в этом случае собственники смогут прописаться в домах. По поручению главы республики уже началась работа по изменению статуса земель в заметном на дачное. Но в правительстве предупреждают, жителям стоит набраться терпения. На оформление необходимого пакета документов и разработку нового проекта межевания земель уйдет немало времени. Но, тем не менее, первый шаг сделан и дело сдвинулось с мертвой точки. История с поселком Заветным еще раз наглядно доказывает, прежде чем покупать участок под строительство дома, нужно внимательно изучить документы, прежде всего обратить внимание на статус земель. Кстати, здесь в Заветном жильцы, которые уже осознали, что у них появились проблемы с законом, начали активно распродавать свои участки. Виктор Буров, Станислав Колченаев, Вести, Хакасия. Продолжение следует...